Здравствуйте, друзья! Меня зовут Ольга Филимонова. И в первый день года, прямо-таки 1 января, я хочу всем одиноким людям погадать на любовь. Мне кажется, что 2021 год будет годом любви, встреч, знакомств, примирений и прочего. Так подсказывает мне моя знаменитая юбилития. Следующее гадание на любовь в 2021 году, ну конечно, будет у меня для Стрельца. Стрелец и любовь, любовные переживания для одиноких Стрельцов, да, конечно. Первые три карты нам расскажут, как вообще в целом сложится ваше любовное, романтическое будущее, дорогие одинокие Стрельцы. Вот так вот, да? Ну, во-первых, сложится. Карта, конечно, хорошая. Видите, два старших аркана, Солнце и Сила. Это две карты, которые почти что гарантируют какое-то абсолютное счастье. Для вас это будет счастье в новой любви, в каких-то новых отношениях. Вот. И они вместе очень горячие. Давайте начнем с этого. Солнце складывается с вот этой картой Сила, и получается такая прям вот страсть, вы знаете. Получается, очень страстный союз вас ждет. Причем он будет какой-то неожиданный и ожидаемый одновременно. И это будет встреча, ну, знаете, такая, безусловно, счастливая, то есть, которая улучшит вашу жизнь. Как раз восход Солнца улучшает все вокруг, правда? Делает ярче краски, помогает лучше видеть, теплее всем становится от этого. Вот восход, каждый восход — это такое счастье. Вот эта любовь войдет в вашу жизнь, как такое вот какое-то абсолютное понятное счастье и везение к вопросу о везении. Заглавная карта здесь «Восьмерка Жезлов». «Восьмерка Жезлов» — это как раз карта скорого везения. Она описывает истории, в которых очень быстро одно сходится с другим. То есть тут по воле судьбы, по воле рока так случилось, что стрела Купидона в вас попала. Кстати, в некоторых картах, в некоторых колодах на «Восьмерке» кубков именно и рисует колчан со стрелами. То есть это стрелы Купидона, которые, как известно, несут любовь, пронзают наши сердца эпизодически. Вот, поэтому понятно, что это будет такая счастливая встреча, поразительно счастливая, о которой вы потом с удовольствием в мемуарах напишите. Ничто не омрачит. Отношения будут действительно… Вернее, ваше будущее, пока мы говорим именно про ваше будущее. То есть ваше будущее в любви. Счастливый случай, очень счастливый случай и ещё более счастливый случай. Не три разных случая, я надеюсь, это всё про один. Просто характеристики, знаете, как бы с двух сторон. Это будет случайно, это будет поразительно радостно, и вся эта история будет сопровождаться прям, знаете, такой страстью. Потому что вот эта сила, эта карта в гаданиях на любовь, это карта физического притяжения, физической притягательности. Карта очень сильных, чисто физических эмоций в любви. Следующий раздел. Следующий раздел гадания, я думаю, для стрельца. А что же за человек у вас встретится? Одинокая женщина-стрелец. Звучит так же, как песня, правда? Вы дорогого стоите. И уж, наверное, какой-то герой должен к вам прийти необычный, нестандартный. С обычным человеком вы, конечно, очень скоро заскучаете. Поэтому мы ждём не человека для вас, а буквально звезду. Давайте посмотрим. Как карта опишет портрет вашего нового избранника? Раз. Два. Три. Достаточные характеристики. Мне больше всего понравилась здесь вот эта вот четвёрка жезлов. Потому что это карта подходящей сети. И вот по ней вы, значит, с гарантией встречаете человека, который вам подходит. Ну, наверное, с этого, на этом можно было бы вообще всё и прикрыть, да, лавочку. Потому что люди бывают очень разные в своих взглядах, поступках. Но главное, чтобы один другом подходил. То есть вот это будет, ну, прям вот просто подходящий для вас человек. Подходит вам кто-то, например, с кем вы, у вас с кого? Одна профессия, например. Или вам подходит тот, кто занимается горными лыжами, увлекается горными лыжами, так же, как вы. Ну, в общем, не знаю. Как вы себе видите этот портрет? В чём составляющий подходящести? Ну, подходящий, опять же, по возрасту, по социальному статусу человек. Он будет такая пара. И вот ещё вот эта четвёрка жезлов, она как бы гарантирует, что человек будет не только субъективно подходящий для вас, но это будет ещё и человек, который вот подходит вам в глазах, ну, прям ваших родителей. Или вообще друзей. То есть все скажут, увидят вас вместе и скажут, о, ну, это отличная пара. И вот говорит, да, как вы смотритесь вместе и так далее. То есть вот просто подходящий человек, никакого диссонанса. Это прекрасно. Этот человек будет ответственный, возможно, очень даже сильно несвободный. Но первое, что напрашивается, наверное, у него очень ответственная работа. Человек, увлечённый своим делом и по-настоящему несвободный, потому что дал клятву. Ну, не знаю, присягнул Российской Федерации или дал клятву Гиппократу. Много их у мужчин клятв это бывает. Вот, поэтому... Вот так вот. Это очень карта ответственная. Она выдаёт ответственного человека. То есть вам достанется ответственный человек. Ответственный. Есть плохая сторона и плохая трактовка этой карты. Ну, конечно, есть. Потому что вот эта жертвенность и вот эти привязанности, вот эти цепи, путы бывают у людей нездоровые и лишние. Очень у многих людей бывают нездоровые и лишние. Поэтому может быть какой-то слишком даже местами несвободный человек. Может быть, это будет человек, который надавал обещания другим людям много и не сможет очень быстро из-за тех обязательств выпутаться. Ну, почему бы и нет? Ну, я пока не вижу такого откровенно негативного контекста здесь. Поверьте, я бы сказала, если мне так. Ну, а двойка Пентакли, я думаю, что она здесь подчёркивает лёгкий характер героя. Он-то будет человек, который довольно легко может что-то в жизни выбирать. Человек, с которым можно договориться. Который может услышать мнение чужой, и ваше в том числе. Который может пойти на принцип, а может поступиться, если чужие принципы важнее. То есть этот человек, ну, в общем-то, действительно довольно лёгкий. Хороший портрет. Ничего странного или страшного карты вам не описывают. В общем, для стрельца, для одинокой женщины-стрельца, мне кажется, вот такой герой, так он как раз и подходит. Потому что всё-таки у вас характеры лёгкие. У вас лёгкие характеры. Вот вы стрельцы, поэтому и стрельцы, да? Ну, и, наверное, вам и нужны спутники жизни тоже лёгкие, с лёгким характером. Какие будут между вами чувства? Давайте исследуем сейчас с помощью карт чувственную сторону ваших отношений. Что вы будете друг другу чувствовать. То есть любовная история изнутри. А то бывает так, что люди вроде... Ну, это грустно, я вам сейчас скажу. Бывает так, что люди встречаются подходящие. И каждый хороший сам по себе. А чувства так себе между ними. И что-то не клеится. Какие чувства будут между вами? Пока всё хорошо, но не знаю. Чувства. Да. Нет. Чувства будут. Чувства будут. Давайте с этого начнём. Чувства будут. Во-первых, они будут долгие. Вам тут выпадает 21-я аркан, карта мир. Она завершает ряд старших арканов в колоде Таро. И она подытоживает всю цепочку этих карт. Она описывает долгий-долгий путь. Эта карта, собственно, так и называется. Гармония. То есть ваши чувства будут очень гармоничными. А это значит, что взаимными. Ещё раз мы к теме взаимности возвращаемся. Вам будет друг с другом очень-очень-очень хорошо. Покажется, что вы каждый один для другого прямо заставляете целый мир. Вот если вы прежде самостоятельно со своей жизнью справляетесь, то вот теперь после встречи этого человека вы даже не вспомните, вы даже не поймёте, как же я жила прежде одна. Потому что только сейчас гармония, правильность какая-то наступила в жизни. Это прекрасно. Прекрасно ещё и то, что очень дружеские будут между вами отношения. То есть вы ещё и, ну помимо большой страсти, которая на вас свалится, вы ещё и окажетесь друзьями. Вам будет о чём поговорить. И вы очень друг друга полюбите в библейском, общечеловеческом смысле. Сможете вместе шутить, и над одним и тем же будете смеяться. Вам будут нравиться одни и те же люди. И вы, например, легко вольётесь каждый вот в компанию другого. Будете жалеть друг друга, протягивать руку в какой-то такой вот трудный момент. Вот. И кроме того, они блистательно интеллектуальными будут ваши отношения. Друзья, я вижу здесь самую удачную триаду для любой любовной истории. По крайней мере, я бы хотела именно так видеть любовь. Потому что, видите, вот этот вот Паш Мечей, он ведь не зря сюда затесался. Он говорит о том, что очень интересно будет вашим мозгам с этим человеком. Ну и я надеюсь, его мозгам с вами тоже. То есть вы будете друг друга и где-то колоть. Вы будете друг друга критиковать, уместные вовремя. Вы друг другу не дадите заскучать или засидеться на одном месте, например. То есть между вами могут где-то за ужином происходить такие острые, очень увлекательные пикировки, споры. Не конфликты, не ссоры. А вот именно, ну знаете, такие интеллектуальные баталии. Сейчас этот жанр очень моден в интернете. А может быть вы откроете на двоих один ютуб-канал, где будете сидеть вдвоем и пикироваться на разные злободневные темы. Почему бы нет? Я гарантирую вам успех на этом поприще. И дальше. Но это еще не конец, вы могли догадаться. Видите, я здесь место оставила немножко на столе. Потому что я еще буду задавать картам один вопрос. История понятная, прекрасная. Даже не о чем вас предупредить. Ни одной плохой карты. И вот такой вопрос еще есть. А как же он приблизит, это событие? Потому что мы гадаем на весь 2021 год. И либо это все случится к следующему Новому году, например, в декабре. Либо это уже произойдет завтра. Можете ли вы влиять на скорость события? Надо ли влиять? И как влиять, если это возможно? Вот такие вопросы я задаю картам. Тоже раз. Да, в общем, нет. Нет, я бы сказала, что... В общем, ответ, наверное, это совет такой. Положитесь на судьбу. Положитесь на судьбу. Карта-колесница здесь, наверное. Вот она как бы будет у нас следующая. Колесница, это, конечно, всякие неуправляемые события. То есть в целом вот это знакомство, эти отношения начнутся, конечно, по воле рока. Это не потому, что вы так сильно стараетесь. Хотя иногда вот карты дают, ведь и такой ответ, и такой совет. Здесь нет. Все понесется быстро, с места в карьер. Абсолютно без вашего выбора, абсолютно без каких-то ваших усилий. Но ваша задача все-таки в этой истории тоже чуть-чуть есть. Во-первых, когда это знакомство начнется, вы почувствуете вихрь, вы почувствуете, что тяжелый шар земной поплывет под вашими ногами. Да, настоящая любовь только с этого и начинает. И вот когда отношения возьмут вот этот вот старт, когда вы почувствуете, что небесная колесница подхватила, и уже остановитесь, делать ничего нельзя, старайтесь все-таки как-то хватать по воде. Я вот здесь не рассмотрю, как... Вообще я расскажу, в чем смысл иллюстрации на карте колесницы, в чем должен быть смысл. Эта колесница непременно в движении, не стоящая, она несется. И человек не держит по воде непременно. Вот когда рисуют где-то, что держат по воде, это неправильно, потому что этот просто художник не владеет предметом. Суть карты, вот ее двойственность в том, что этот человек не держит по воде, но он их ловит постоянно, он их пытается удержать и не может. Вот баланс в этой карте, он именно в этом. Вы не можете управлять колесницей, но должны пытаться. Вот такой же совет для этой любовной истории. Приблизить само знакомство, ну не знаю. Я не так особо... Нет, скорее не можете. А если можете, то только невероятными какими-то усилиями. Например, перевернув и поменяв полностью свою жизнь, могу ли я вам такое советовать? Потому что, ну да, например, если вы отправитесь в какой-то дальний-дальний путь, буквально переедете на другой материк, на другой континент, то да, вы очень приблизите какое-то знакомство и свою личную жизнь. Вот. Но скорее лучше самого знакомства-то для вас дождаться. А вот потом, когда оно начнется, все-таки старайтесь ситуацию немножко контролировать. Очень важный совет. Это на любой день вам, стрельцы. Очень важно сейчас не слушать чужого мнения или чужих советов. Вы должны быть в этой схватке за будущую счастливую любовь. Вы должны быть очень-очень одни. Очень-очень одни. Это я прям повторяю некоторым людям. Не надо делать шоу из своего одиночества сначала, а потом из знакомства нового. Вы должны молчать. Вы должны думать сами. Вы должны принимать решение, например, пустить этого человека в свою жизнь или нет. Вы должны это решение принимать только сами. И всю эту историю, когда она случится, вот это знакомство, вы, конечно, должны встретить очень добродетельно и должны воспринимать как вот прямо путь. Знаете, такой вот путь. Если нам надо куда-то попасть, мы же не будем останавливаться из-за каждого камушка или за какой-то лужи, правда? Мы всё равно в лужи перейдём, вброд, камни распинаем, и мы всё равно дойдём до цели. Вот в отношениях часто нужно как бы вести себя точно так же. Вот вам туда надо, представьте. Вот вы встречаете человека, встречаете человека и воображаете уже брак и общий дом с ним, и вам туда надо. Это ваша дорога. Во что бы то ни стало, буря, ветер, начнётся дождь, какие-то люди станут мешать, вы всё равно должны добраться до конечной точки. То есть вот карты вам советуют ну очень добродетельно и с большим терпением тем менее к этой истории отнестись, хотя и сама вся эта история будет, ну в общем, безупречно хороша. Спасибо.